Субтитры сделал DimaTorzok Саня, это же трекол В детстве у меня была вот такая вот репка из нерпичьей кожи Скажите еще раз, что это такое? Это мясной рулет из моржа Вы знаете, он пахнет мертвым Ты, наверное, не режешься Ну-ка, Жень, давай Уэлен Самый восточный населенный пункт России и всей Евразии Расположенный вблизи мыса Дежнева, граничащий с самой Аляской Поселок находится в северной части лагуны Уэлен Отделен от вод Чукотского моря галечной косой Вдоль которой и вытянулось само село Основное занятие жителей Это рыболовство, морзворобойный промысел И резьба по кости В поселке родился известный писатель Юрий Сергеевич Ретхео В 1960-х годах 20-го века Путешествие в поселок совершил эстонский писатель Кстати, будущий президент Эстонии Ленар Мэри А сегодня В Уэлен своим ходом на машинах Добралась наша команда Мы начинаем новую серию про настоящий край земли Под названием Уэлен Вот они те самые новенькие домики Которые были построены при Абрамовиче Могу вам сказать, что дома на самом деле очень крутые Потому что раньше здесь были бараки и лачуги Вот примерно вот как вот этот барак Вот вам, друзья, школа Поселочка Красота Даже большую двухэтажную построили Смотри, какой крутой Привет! Привет! Слушай, Абрамович красавец Просто, ребята И Челси команда крутая И Абрамович красавец Вы посмотрите, как он тут все сделал В общем, друзья Примерно так выглядит у Уэлены И вот центральная улица Улица Ленина Думаешь, одна улица Ленина здесь? Однозначно Улица Ленина Единственная у Уэлены Нет, знаешь, что я тебе сразу скажу Мое зрение меня не подводит Эта улица Следующая Улица Дежнева Вот, видишь, на доме написано Дежнева А это улица Тоже какая-то Две улицы есть Ленина И Дежнева Потому что мысль-то Дежнева Разросся Улья Разросся Еще раз скажу, что Вот эти новые современные домики На сваях, которые сделаны Это, конечно, блин, очень круто Нереально круто Во-первых, красиво, эстетично По сравнению с теми гаражами Которыми было реально тепло Вот, так что Только плюсы Только плюсы я в них вижу Год назад я был на Камчатке И это было невероятное приключение На горных снегоходах Мы проехали несколько вулканов Добрались до побережья Тихого океана И побывали у подножия Замерзшего водопада А сегодня Я нашел один Очень интересный проект При поддержке Кагоцел В котором объединены Разные регионы России От Камчатки До Крыма Об этих удивительных местах Рассказывают настоящие эксперты Своего дела Люди, которые делают Туризм в России Популярным На проекте вы сможете Не только прочитать Рассказы экспертов И посмотреть фото и видео Но и самое главное Услышать их Надевайте наушники Закрывайте глаза И представляйте Это настоящий аудиоспектакль С сопутствующими звуками Для полного погружения в историю Там я услышал Рассказ ребят с Камчатки Которые организовывают Нереально крутой глэмпинг На берегу Тихого океана Я вновь будто оказался на Камчатке Погрузился в воспоминания Вспомнил запах океана Его силу и величие Красоту рассветов На берегу Камчатка Это мощь Тихого океана И бесконечная энергия Закройте глаза И представляйте Перейдя по ссылке в описании Вы вместе с героями Окажетесь в абсолютно разных уголках России Каждую неделю на этом проекте От Кагоцел Публикуется новый герой Вы обязательно найдете Новое путешествие Себе по вкусу И вдохновившись Вы наверняка захотите запланировать Поездку своей мечты Чтобы увидеть эту красоту своими глазами И пережить все эмоции заново Но теперь уже вживую А теперь продолжаем наше арктическое путешествие Будет холодно Погнали Для того, чтобы сложилась общая картина О том, как живут люди на краю света Мы решили зайти в один из продуктовых магазинов Села Уэлен И посмотреть на цены своими глазами Магазин на своем пункте Уэлен Здесь есть вообще все По меркам того, что нужно обычному человеку Все есть Самое главное Есть вот А куколы нету? Куколы нету, ребята Нет, значит не все На самом деле цены в магазине не такие уж и дорогие Там по зимникам все гораздо дороже Гораздо В Среднеколымском прям X2 просто Это ваш магазин? Ну да Как бизнес? 11 лет назад приехала сюда И так получается затянула И на сегодняшний день у меня мечта Toyota RAV4 Неожиданно И тогда она меня оставит на материке Это будет первый раз в четыре в Уэлене? Нет, не здесь Я хочу с ней там встретиться А куда хотите переезжать отсюда, если не секрет? На родину Украины На Украину? А где именно, откуда? В Мельницке В Мельницке Когда хотите уезжать? В ближайшее время или пока? Я каждый год еду навсегда Все так делают И так уже 11 лет 35 лет уезжал все Ну уехал в этом году Все? Но это еще, наверное, не показатель Я слышала люди через год, через два Но это вот Я даже уже Иногда было чаепитие Все, я уезжаю К моей радости Мы путешествуем на север И поэтому Жить нет Жить нет А вот путешествовать Это вот прям Мы уже магазин закрывали И потом приехали Опять открывали Поехала в Турцию По-моему лежу Думаю нет, надо возвращаться Как же там Мэй Как же там Мэй Мэй без меня Немножко и по финансам тяжело А здесь вот здесь как-то заработаешь Едешь туда хорошо Сколько ты заработаешь? Сколько получаешь здесь? В среднем В среднем? Да не сильно так и много 25 Так, среднем Это мало Это хорошая работа Около 50 Оказалось, что даже на Войлене Есть наши подписчики Подписан? Да, конечно Смотришь? Все, все смотрим Даже на Войлене смотрим Ну теперь могу сказать Ты можешь себе сейчас привет Передать, я по видео показываю Богдан Балычев Удачи вам Во всех экспедициях В Войлене есть одна интересная достопримечательность Автомобили Вранглер Которые приехали сюда в далеком 2010 году Экспедиция организована известным путешественником Матье Саньешко Ехала целых два года до Войлена Конечной целью путешественников Была далекая Америка Ребята хотели переплыть через Беринга в пролив Но, к сожалению, по той или иной причине Автомобили дальше у Елены никуда не двинулись И так и остались здесь стоять Как памятник Напоминание того Что это суровые места Куда можно приехать Но не всегда можно выбраться обратно Ну, нам бы глянуть На чем они сюда приехали А, не знаю А, Леха, какие машины у тебя А вы живые, вот-все? Это они Те самые вранглеры Которые приехали сюда Охренеть у них, Лисин Саня Это же трекол Или это уже вы сами ставили? Это мы уже сами ставим Ну, это вообще какие-то, да, эти В общем, ребята Тот самый вранглер Матье Саешко Они ехали на двух таких вранглерах Рубиконах Сюда, Войлен, они приехали за два года Первый год они доехали до Якутии Где-то в районе Певека Остановились После этого второй год они стартовали Стартовали рано Когда еще было мало снега И, собственно, сюда вот Приехали при помощи, так скажем, вездеходов Ехали, конечно, своим ходом Но любедились за Это Гусянка Своим ходом отсюда выехать у них не получилось Через Берингов пролив не получилось И эти вездеходы здесь так и остались Просто Даже не знаю, как сказать Это теперь памятник Вот Наша задача первыми в мире Нужно нам выехать С Ойлена своим ходом И если мы это сделаем То мы будем первыми, кто это сделает Будем стараться И сегодня уже выезжаем В обратный путь Слушай, а расскажи, сколько он уже здесь стоит, получается? Десятого, по-моему, года Десятого года, да, стоит? Вы на нем хоть куда-то выезжаете или нет? Нет Так и стоит, да? Некуда ездить А тут вообще есть легковые машины? Неху вадим Ну, один-две Ну, они, получается, как сюда пришли? Стороны Нешкана Стороны Нешкана? Поверху, получается, да, пришли? Да, Лаврентия, Славрентия, сюда, наверное Вот так А, вот так, да, Нем? Я понял В принципе, так же, как и вы То есть, маршрут был такой же, да, у них? Нет, а почему они, как они попали на Нешкана, если они через Провидельниче? А, блин, а эти, да я уже перепутал все с англичанами А англичане, это кто шел? А, Ландрогер, когда притащили на прицепе Ага В которых гусеницы развалились Никосееван-Каримовский То есть, можно сказать, что Элен, это, по большому счету, кладбище техники путешественников Валим быстрее, Саша, чтобы наши красные дистанции Ландрогер-то благополучно переплывал Пуэрингов провалил Силы ушли в Лаврентия обратно Ну, всем морем, да То есть, назад никто не выходил своим ходом, получается, на большую землю У нас есть шанс сделать это первый Попробовать Попробовать, да Ну, снег, видишь, какой удачный Будем стараться Год хороший Год хороший Ладно, спасибо тебе, Даня Спасибо тебе большое Давай, спасибо за экскурсию По известному франглеру Матиусу привет передадим Матиус, я думаю, ты смотришь это видео С машиной все хорошо Езжай, забирай После посещения всех достопримечательностей Мы отправились в местную администрацию Именно здесь нам необходимо зафиксировать старт Нашей экспедиции Вернее, ее рекордной части От Уэлена, самой восточной точки Евразии До Португалии, мысорок, самой западной точки Евразии Здравствуйте Здравствуйте Вот этот новый дом 16-го года А получается, ну, в целом, по сравнению с тем, что здесь раньше было, лучше же? Ну, конечно Как ты обрамович? Ну, как, начал обрамович, а сейчас у нас Копин Там обрамовичи тепло отзываются Как губернаторы Ну да, да, много, можно сказать Как говорится Особенно старики Кто в то время жил, вообще с большой благодарностью вспоминает У нас официальный старт нашей экспедиции Из Уэлена Чукотка Месяц пути уже К старту влезет Месяц ехали Ну, уже чувствуется Ты сказал официальный старт И сразу настроение улучшилось Потому что в другой стороне Сторон дома, да? Понятно Да, спасибо вам большое Анастасия Аксеньевна, еще, если на просьба А вам не далеко же печать? Я очень далеко сюда ехал Шлепните меня прям сюда Можно? Можно, да Вот прям, прям на место пропусти Да, ну Сделайте Сделайте Сюда прям А вы сами откуда? Я сам с Ямала Теперь будет все еле Десять лет готовил этот маршрут Десять лет хотел сюда попасть на автомобили Я очень много Уже третий десяток лет путешествую на автомобиле И наконец-то доехал до вас Так что я готов Ставьте Принимайте Будет нарушение? Нет, все будет нормально Все, согласовали уже Что, пишу сейчас капотерменную лень? Да И печат, да? Да, да Давайте Ну все В одном шаге от Жить есть На работу тоже, я думаю, примут Места много Куда-нибудь устроят Хороший водитель Всегда нужен Все Все, Саша, теперь покажи Самое главное, чтобы на вашем пути встречались как можно больше хороших, надежных, верных людей Которые вам всегда помогут Потому что у вас такая работа сложная, трудная Можно и, как говорится, и техника может подвести, и это Чтобы всегда встречались люди, которые вам помогут Спасибо вам, спасибо Удачи Удачи Спасибо Всех благ А почему у вас флаг авиации? Нет, это флаг Чукотского района Этот флаг, да, символизирует, что рассвет встречает Чукотка И вот на Байдаре Шесть сел Шесть сел А, шесть сел Это, да, шесть сел К сожалению, наше здание в 2017 году сгорело И мы как бы временно здесь заселились Это вообще Уренская костерезная мастерская Да, здесь музей очень хороший Может быть, позвонить Наталье Владимировне Вы пройдете Давайте, глянули бы, да Да, сейчас я позвоню Село Уэлен известно изделиями чукотского народного промысла Здесь находится Уэленская костерезная мастерская Которая была открыта аж в 1931 году 20 века И стала первой в своем роде на всей Чукотке Клыки Клык из пениса моржа Нож из пениса моржа Да, он Нож из пениса моржа И вот можно было на нем Вот много собиралось И ездили на охоту А вот это Дождевик Дождевик шитый из Кишков моржовых Вот видите, каждая кишка По отдельности Потом она Прочищалась И сшивалась Оленями жилами Ребят, в детстве у меня была вот такая вот жилетка Из нерпичьей кожи Мама у меня работала в Анадыре Мне два года И вот после командировки в Анадыре Она привезла вот такую штуку У нас были торбоса Типа вот такие вот И вот такая жилетка Я в ней ходил Я еще думаю, блин, откуда она у нас такая Оказывается, что она в Чукотке Где-то она до сих пор лежит В детских вещах Камбет Это значит Рулет мясной Можно его заквасить Из моржа прям, да? Да, из моржа Потом из моржа Мясо Значит Ну как Гуляш На подобии гуляша Можно просто так куском сварить Жир, чтобы По пасху Это все варится Заправлять Листочками Сундровыми Почему народ нужен? Потому как Мы все собирали Именно там Те же Вот много-много растений Это тоже Уметь на зиму Заквасить Радиола роза Вы, наверное, знаете Это Чукотский женьшень У нас по-чукотски Юмьет Его тоже заквашивают Как Он как капуста Только без соли Очень кислый Там очень много витамина Вот чего-нибудь попробовать Чтобы не слушать А ощутить У нас за окном Кусочек-то есть Да, виспо-пасхи Но они же не будут кушать Нет, пусть хотя посмотрите А посмотрите Мы туда перейдем Вам покажем Мы еще его не доели Почему мы Не, почему мы попробуем Это виспо-пасхи То есть специально Состаренная Вот Но это еще не сильно А бывает Да, бывает Сильнее А так мы едим Свежие Мы делаем Это мясной рулет Из моржа Из специально застаренной Да Которую закапывают под землю Нет, не обязательно Просто в сарае Вы знаете, он пахнет мертвым Я не знаю, как передать этот запах Но он есть Мягко говоря Кто будет есть Папахин Это еще не сильно Бывает Бывает Вот такой запах был у дедушки с бабушкой На переволочной базе Да Именно такой запах Да Потому что питать И между прочим Когда уходит на охоту Старается кушать Именно такое мясо Потому что Потом Долго сытый ходит Есть не хочешь Да Долго Они же попугья бывают на море Много не режете Все, все Ну-ка, Жень, давай С Жекой Папахин Может поменьше Но антагонизм они чувствуют Нет, это очень полезно Вы не будете не болеть Ничего Это без соли естся Как говорится На каждой Папахин Найдется свой Мамахин Почему? Без соли Ну кто хочет соль Я ем без соли Пахнет вообще Пахнет, знаете У нас раньше были выпаса И вот когда Теленка затаптывали Его в сторону откидывали Запах был Прямо такой же Значит, когда добудут моржа Его разделывают на части Потом каждую часть Заворачивает рулет И завязывают Потом готовый рулет Ложат Специальный Сарай Называется Уверан Для хранения мяса И это мясо Хранится до тех пор Пока Не примет Такой вкус Какой уже можно есть После посещения музея Мы собрались В обратный путь Выйдя на улицу Мы увидели Интересную картину Дети очищали Детскую площадку Это говорило о том Что в Уэлен Пришла весна Село Лаврентия Да получается? Мы уже в Уэлентии Второй раз Второй раз, да Второй раз За эту неделю А что-то вот скажите Говорят Примерно в марте Какое-то время Встает вода Каждый год по-разному Ну да Не в один день Но бывает Что встает Встает Но это надо уходить Километров 80 Все равно Не в самом узком месте Все равно В самом узком месте Не встает То есть Название местов По-чукотски Да? Да По-чукотски Терталгин В мозге Да Конец Не молодого На это я вам могу сказать только одно Уэлен как он Здесь крузачки тоже в почете Причем смотрите На резине На номерах блатных И с арктическим тюнингом Узенький Старенький Ну прикольный Христианская церковь здесь Здравствуйте Здравствуйте Спит? Уснул? Уснул, да Вы здесь Здесь, да, живете? Нет, у меня наше Услужбить Услужбить? А вы откуда? В посылке жили В посылке жили Ну как вам здесь? Хорошо Хорошо, да? Хорошо, да? Спит будущий пограничник Отдыхает, набирается сил Чтобы потом Следить за окраинами нашей родины Потому что здесь На самом деле Еще раз могу сказать Что Ребята-пограничники Работают отлично В каждом поселочке В каждой территории Которая прилегает к границе Есть наши бравые пограничники Которые деликатно Но, как говорится Под присмотром большого глаза Всегда подъедут Спросят, что с документами Помогут, если надо Сориентироваться по дороге По каким-то еще основным местам Где что можно купить Где что можно сделать Поэтому Даже здесь Самых-самых окраинах Нашей необъятной родины Наша граница на замке Еще раз хочу передать привет Всем пограничникам Ребят Вы на самом деле Делайте очень правильные вещи Делайте нужные вещи И самое главное При этом Остаетесь максимально человечными За это вам огромное спасибо Ну и привет всем чукотским И якутским пограничникам Отдельный, пламенный От всей нашей команды Чукотка Лаврентия Что вы думаете Land Cruiser Prada Вот такие машины Здесь катаются И на этом Можно было бы сказать Что все А нет, друзья 150-й Прадик В первой генерации Тоже здесь есть Короче, ребят Сейчас мы для вас Снимаем одно Прикольное видео Обычно такие видео Снимают на Солончаках В Южной Америке Но Мы же в Арктике Чем вам не Солончак Залив рядом с поселочком Лаврентия Нормально-нормально Я ее сейчас оставлю здесь Все все увидят В общем мы сейчас Вот этой компанией Будем бегать здесь Вы посмотрите на все Со стороны А после этого Я покажу вам Итоговое Конечный продукт Ради чего мы тут все бегали В общем Сейчас все увидите Высолы нормальные на льду Здесь тихие тя Море соленое Особенно после Жени Высолы нормальные на льду И после Сани тоже Да и после Олега Да и я тоже Как говорится На снег Кумысила Это понятно Кумысила Давай Лимонад-могила Давай О, Саня Напомню Что партнер нашей экспедиции Компания Лукойл И моторное масло Генезис Спешл Масло сделанное Специально для Арктики Погранцы к нам едут Смотри Это не погранцы Это не погранцы Да Здравствуйте Уважаемые Здравствуйте 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 И вам доводит Мне надо больше Это же хорошо Это что у вас такое за этот Ролики 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 Это вы на Энурну ходили Здравствуйте С праздником Хороший Ну пока не обижайся Не ломается Да и без нагрузки Ролики Не плавает он Плавает Это получается Странник Здравствуйте Здравствуйте Спасибо и вас Как дела у вас Нормально Откуда едете А мы на рыбалку здесь Поймали что-то Что поймали Гольца Молодцы Молодцы Как машина Отлично Хорошая Интересная машина Кстати Вот Насколько я знаю Что здесь Практически все От Нивы И машина На самом деле Очень надежная Делано За счет Вот такого Привода Это ролики Вот Который идет Через резину И нагрузки Поэтому на трансмиссии Как таковой Большой нету Вот в этом Основной плюс Он получается Бензиновый Да Бензиновый Жигули А сколько Жрет в среднем Ну в среднем Как сказать Под нагрузкой Я так не засекал Как по завтругам По завтругам Идет изумительно За счет балансиров Эти все Да Его еще Приспустил Чуть-чуть Колеса Приспустил На полюс Должна такая Да Она такая Должна быть Легкая Надо собирать Делать Катать Смотреть Плавать Но только Только побольше Я думаю Наверное Ты знаешь Я вот сейчас Как раз Над этим вопросом Думаю Я вот Нашел Кто мне Будет делать Восстанавливать Ставить Дизельный двигатель Вот И Скорее всего За основу Сузуки Джимми Будет Жаль Здравствуйте Ну Мы уже Из Улена Да Уже оттуда едем Это ваши собачки Да Вы на них На охоту ездите Или Как используете На гонки На гонки А что за соревнования Обычные Ежегодные На автобачах Надежда Какие красавицы Ути-пути Конечно Давайте Сейчас Мне ногу Откусим В упряжке Все кобели Между собой Они вообще Не конфликтуют А вожак Еще раз Тоник Покажи пожалуйста Вожака Как зовут Вожака Оскар Оскар Старый Да он Да Самый старый А эти молодые А что за порода Такая Чукотская Чукотская Ездовая Или как Чукотская лайка Просто Оскар Ох ты Такой прикольный Пес А сами Вы откуда Санчоуна И так Сами на них Приехали Да Получается Да Двоем Двоем На них Шли Не ест Он твою Колбасу Вот только Хозяин Когда дает Вот это Молодец Видал Женя Вот это Воспитание Да Ну мы Фильм Снимаем Да Фильм Будет Про север Про Жиген Да Женя Шатало Женя Жень Тебя узнали Говорят Это ты На Буральне Ездил Подписчики Жень Жень Ну расскажи Каково это Когда Ты встречаешь В Лаврентии Каюра А Каюр Говорит Что Смотрел Видео Как вы ехали На снегоходе И говорит Респект Женя Это же Глитон Тот Кто ехал На русской Механике Отчаянный Как это Расскажи Каково это Приятно Приятно Создавать Что Смотрит Даже Мотивирует И заставляет Нас снимать Еще больше Видео Еще круче Еще интереснее Спасибо вам Наши любимые подписчики В общем Здесь тоже Трещина Оказалась Широкая Поэтому Едем дальше Будем искать Проезд Наш углевоз Везет уголь Оленеводам Которые Мерзнут В холодных Условиях Тундры Это вам Куглю Чаек Макарошки 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 Субтитры подогнал «Симон»